Доброго времени суток, уважаемые любители шахматы! Сегодня мы с вами перенесемся в столицу Франции, Париж, где в конце июня 2017 года проходил супер турнир по Блицу с участием сильнейших шахматистов планеты. И в очередной партии встречались великаны современного шахматного Блица, чемпион мира норвежец Магнус Калса и его извечный соперник, американец Хикару Накамура. Очень много Блиц-партий сыграли эти два великих шахматиста нашего времени в Блиц. Очень часто, конечно, Калсен владел инициативой в этой партии, но и Накамура частенько кусал чемпиона мира, то ничья, то иногда даже и Калсен проигрывал. Но вот очередная партия, о чем думает Магнус Калсен, что это будет? Он играет белыми, может это будет очередная лондонская система. Но, как мы видим, Хикару Накамура тоже весьма серьезен и хочет догнать своего оппонента, выиграть в этой партии у чемпиона мира. Итак, шахматисты настроились на партию, переглядываются, контроль времени 5 минут 3 секунды добавления на ход. Ну и ждут отмашки судьи. Калсен немножечко так расслаблен, пожали руки и начали. Итак, Е4 все-таки, и это у нас очередная итальянская партия. Итак, разыграли шахматисты итальянскую партию, ну и здесь Калсен играет 2-0. Далее КНФ6, СД3, Д6, ну и выводит пешку на С3. Такая достаточно сдержанная система развития, ну и дальше черные играют А6. Смысл этого хода в том, чтобы и спрятать слона на А7 в случае удара по нему пешкой Б или пешкой Д. Ну а также вот такой ход, как КНА5 с идеей размена белопольного слона белых. Но здесь довольно часто, вот и Калсен тоже это подтвердил, играют А4. Это мода наших дней. Хотя можно было и сыграть слон Б3, а так играли шахматисты раньше. Но вот сейчас это буквально современная табиа в итальянской партии. Черные играют 2-0, белые А3. И после профилактического хода слона на 7 следует ладья Е1. Заметьте, что Калсен сначала сыграл А3, чтобы не пустить коня на Ж4. Ну а потом вывел ладью сюда. Далее КНЕ7 и следует ход Д4. КНЖ6. Типовой перевод коня. Ну а белые все-таки играют слон Б3. В чем идея? Возможно, Калсен хотел на С4 переставить своего ферзевого коня. То ли вот таким вот образом, то ли по такому маршруту. Ну смотрим, что было дальше. Вот здесь Накамура немножечко удивил весь шахматный мир. Играл слон Д7. В чем смысл этого хода, мы поймем чуть-чуть попозже. Слон С2 здесь играют белые, как в испанской партии стали у нас вот здесь слоны. Ну и дальше играем ладья Е8. КНБД2, слон С6. Вот именно вот такой двухходовый маневр слоном здесь, видимо, заготовил Накамура для этой партии. Ну и мы видим, что это идет давление на пешку Е4. Вот в этой ситуации. И при этом провокация. Конечно, здесь хочется двинуть пешку Д вперед. Но после хода слон Д7 мы понимаем, что дальше черные будут подрывать пешечный центр белых путем хода С6. Может быть где-то в будущем и Ф5. Ну а также еще мы видим, что вскрылся чернопольный слон черных. Но Калсен решил пока не двигать пешку Д, а задвинул пешку А. Вот так он фиксирует свое пространственное преимущество на ферзьевом фланге. Далее следует А6 и ладья А3. Очень часто чемпион мира в своих партиях вот так вот ладьи перебрасывает то по третьему, то по четвертому ряду. Ну в чем идея здесь? Возможно он хотел как-то выйти ладью сюда и уже угрожать серьезно с ходом Д5. Чтобы пешка на Б7 была не под защитой слона черных. Ну а может он хочет пешку С в дальнейшем выдвинуть и ладью где-то перебросить аж на королевский фланг. Ну смотрим дальше. Ферзь С8 сыграли здесь черные. Б4, слон Д7. Ну видите вот такая провокация не удалась. Слон уходит во свояси. Белые продолжают испанский маневр коня. Ну видимо дальше конь просто у нас выйдет на Ж3 и будет смотреть на поле Ф5. Смотрим что было. Б6. А черные тем временем подрывают ферзевый фланг белых. Ну и белые продолжают маневр коня пока не обращают внимания на пешку. После хода БА здесь Магнус Карлсон побил пешкой. Но в то же время такой ход как ладья бьет А5 был таким весьма заслуживающим внимания. Но в чем же здесь дело? Дело в том что не получается создать слабость черную на поле А6. Потому что эта слабость после слона Б6 просто вырывается на А5. И происходит вскрытие игры на ферзевом фланге. Что в этой ситуации выверно черным. Поэтому Карлсон видимо и не стал бить на А5 ладью и побил пешкой. Ну и дальше ладья Б8. Линия Б у нас открытая. Поэтому конечно грех не воспользоваться такой ситуацией. Белые развиваются. Ферзь Б7 ладья Б3 ферзя 8. Второй такой двухходовый очень интересный маневр на Камуре в этой партии. Но понятно что на А8 ферзь будет пребывать недолго. После размен он выходит на открытую линию. Ну и вот в этой ситуации Канстон допустил небольшую неточность. Ну конечно речь идет о Блице. Но если была бы классика то скорее всего он сыграл бы слон Д3 в этой ситуации. Напрягая пешку на А6. И дальше очень интересная позиция. Дело в том что такой напрашивающийся ход как слон Б5. Он конечно здесь не обязателен. Но вполне вероятен. Опровергался. Мы бьем. И в этой ситуации после хода ферзь бьет Б5. Вот такой вот очень интересный удар ДЕ. Мы видим что и нападаем на слона и нападаем на коня. Здесь позиция белых уже практически выиграна. Потому что нужно бить здесь. А пешка продолжает свой путь. После слона Ф4 и кони Ф5 мы видим что у белых уже на королевском фланге очень серьезное давление. Здесь позиция короля разрушается. Но после хода АБ можно конечно было сыграть в этой позиции А6. Проходная очень-очень сильная. Особенно в Блице. Но Накамура вот здесь счастливо избежал вот такой вот неприятной ситуации. Канстон прошел мимо этого продолжения. Просто побил на Е5. Далее следует ДЕ. Взяли-взяли. И конь Х5. Такое отвлечение. Мы видим что конь на Ф6 перегружен. Он должен и как-то вот сопротивляться нападению коня белых. И защищать слона Д7. Но Накамура резонно счел что в принципе это слон на Д7. Не ахти какая фигура в этой партии. Как-то он безуспешно тут пытался эти маневры предпринимать им. Поэтому решил просто его отдать за коня. Взяли-взяли. Зато вот теперь поле Ф4 появилось очень неплохое для одного из черных коней. Конь Ф6. Решил обратно вот так отойти. Защитить ладью на Е8. Ферзь С6. Есть определенное давление здесь у белых. Прежде всего мы видим что пешка на А6 может стать серьезной слабостью после хода слон Д3. И вот объединенными силами можно нападать на эту пешку. Но далее следует ладья Е6. У Накамуры тоже есть активные возможности. Ферзь С4. Конь Е8. И вот в этой позиции Ж3. Именно так сыграли белые. В чем идея? Дело в том что кажется он пытается не пустить на Ф4 черного коня. Но другой черный конь идет на Д6. Нападает на ферзя. Ферзь отходит. Король Х7. Вот такое усиление позиции. Ну и тоже король Ж2. Ферзь С5. Играет черная. Теперь уже видим что и черный ферзь тоже весьма активен. И пешка на А5 оказывается под боем. Вот в этой ситуации мы видим что белые могли бы побить на А6. Но тогда конь бьет Е4. Вскрытое нападение. Оказывается пешка на А6 защищена косвенно. Но в этой позиции только перевес у черных может быть. Потому что еще пешка на С3 тоже может упасть. Поэтому проходная пешка А особо далеко там не зайдет. Сама она под боем ферзя окажется. Поэтому после хода Ф5 здесь Карлсон решил не брать на А6. Сыграл слон Б3. Напал на ладью. Ладья выходит на Ф6. Весьма функциональная фигура. Мы видим что конь на Ф3 теперь привожден к этому полю. Потому что пешка на Ф2 окажется под боем при ходе конем. Поэтому белые здесь играют А4. Имеют ввиду в дальнейшем прогнать этого коня с поля Ж6. Такой ход конечно как ладья А1 здесь был не очень хорош. Потому что ясно что пешка на А5 теперь уже превращается больше в слабость. Чем является силой. Поэтому А4. Ну и пешка на А5 благополучно покидает поле боя. Конь Х2. Ну идея видимо в том чтобы перебросить коня на Ж4. Карлсон пользуется тем что ферзя на С5 то уже нет. Ферзь Б6. Снова появляется ферзь на этой диагонали. Ферзь С2. И здесь Накамура предпринимает очень красивую жертву качества. Он бьет на Ф2. Отвлекает ферзя белых от защиты слона. Забирает вот здесь. Мы видим что за качество у черных вот после хода кони в 3 и ферзь бьет С3 получается целых 3 лишних пешки. То есть на самом деле здесь преимущество даже у черных по материалу. Но тут вот после хода ферзь Е3 Накамура предпринимает какое-то весьма нелогичное решение. Конечно вот в этой ситуации кони сильны в том случае если на доске сохраняются ферзи. Но здесь Накамура видимо просто вот психологически был готов бороться только за ничью. И просто побил на Е3. Хотя после хода ферзь Б4 он еще мог бы закрутить вот здесь такую карусель с этими двумя конями и ферзьем. Что Магнусу Карлсону мало бы не показалось. Но разменялся здесь Накамура. Позиция приобретает технический характер. Дали Аш5 чтобы белые не задвинули пешку вперед. Ну и здесь Карлсон понимает что ход конь Ж5 с шахом особо ничего не дает. Мы видим что король может тут благополучно подтянуться к центру. Поэтому он просто рассуживает логически. Пешки вот эти у нас слабые. Надо их атаковать ладьей. Но ладья пока что у нас поддерживает пешку Е. Поэтому эту пешку надо надежно защитить конем после конь Д2. Ну а после хода конь Ф8 с идеей запрыгнуть конем на поле Е6. Дальше возможно конь Д4. Просто Карлсон атакует одну из пешек которую нельзя было уже защитить. Далее было конь Е6. Одну из пешек отъел здесь Карлсон. Итак две пешки за качество. Надежная позиция у черных. Но практически шансы остаются на победы и у белых. Ф6. Король Ф3. Конь Д4 шах. Король Ф2. Король Ж6. И ладья А8. Вот здесь мы видим что кони черных это весьма сильная фигура. Известно что в блиц можно зевнуть вилку коневую. Но если два коня на доске. Два черных коня на доске. То конечно тут опасность удваивается. Ну и далее было конь Е6. Король Е3. Конь Д4. Вот так вот соперники немножечко стоят на месте. А мы с вами переходим в турнирный зал. И посмотрим как же продолжалась и закончилась эта увлекательнейшая партия. Итак мы видим что Магнус Карлсон сейчас думает. У него на минуту меньше чем у Накамуры. Играет ладья А2. Накамура король Ф7 отошел. Король Д3. Конь Е6. Угроза конь Ц5 где-то создается. И ладья Ц2. Король подходит на Е7. И конь Ж1. Перевод коня на Е3 здесь. Видимо предпринимает норвежский шахматист. Конь Б7. Мы видим что на Ц5 все-таки хочет водрузить своего коня Накамура. Мало времени у Карлсона. Не успевает он подумать. Ж6 усиливает позицию Накамура. Не спешит никуда. Ладья на А8 заезжает. В тыл. Конь Д6. Ну и теперь ладья снова мешает коню на Ц5 встать. И вот такие танцы начинаются. Посмотрите. На ничью вроде бы согласен. Здесь Магнус Карлсон. Накамура немножечко качает головой. Ну и решает играть ли на победу. Преимущество во времени есть конечно. Но пока согласен на ничью. И Карлсон тоже повторяет. Но Накамура смотрите. Теперь уже не согласен. Снова. И дальше Ф5. Бьем. И размен пешек. Шах. Король отходит. Дальше. Конь Д4. Король отходит. И снова эти танцы конями. Посмотрите. Уже ничью словесно предложил здесь Накамура. Но Карлсон не хочет. Не хочет ничьей. И играет до конца. Нападает на пешку. Но пешка Е пошла вперед. Конь ухраняет еще фигуру Магнус. За свое время не поправил. Накамура качает головой. Снова шах. Ну смотрите. Сколько шаха будет давать. Еще на G3 побил. Смотрите. Что же дальше. Защитил еще пешку. Все схвачено у Накамура. И уже теперь шансы у черных появляются на победу. Напал на пешку Карлсон. Что делать дальше? Конь Ц5. Ну вот понятно. Что здесь еще шах на Ф5 будет. Конь Ц5. Пешку на Е4 защитил. Забрал. Шах. Король отходит на Ф2. Снова шах. Король отходит на Е2. Еще один шах. Король на Ф2. Куда же дальше-то идти? Бить ли на Ф4? То есть на А4. Ну нет. Снова шах. Король Е2. И здесь Накамура. Ну снова повторение позиции. Но Накамура. Видите. Королем прорывается вперед. Но после хода конь Д6 становится ясно, что пешка Е не выживает. Вот в этой партии. Ну и приходится ее отдавать. С шахом король забрал. Конь Ф5. Разменивается кони. И вот здесь мы видим, что новая стадия этой партии. Конь с двумя пешками против ладьи. Но Карлсон, смотрите, активизируется король Ф7. Король Ф5. Дальше скушал одну пешку. И пешка Аш двигает ли ее вперед. Это все на 10 секундах Карлсон протел. Посмотрите. Сейчас может быть окончание ладья против коня. Конь отошел на Е2. Карлсон роняет короля. Ставит на место. Ладья А6. Конь Ж1 защитил пешку. Подошел. Напал на ладью. Ладья А4. И король на Ж6. И уже явно подходит король. И на Камура бросает пешку. Шахнул. Видите, белые не берут. Хотя может коня поймать. И ладья против коня сейчас. Здесь диаграмма уже нам не нужна. Мы видим, что не успевает даже комментатор ваш комментировать. Так быстро двигают фигурами соперники. Ну, понятно, позиция простейшая. Теоретическая ничья. Но все-таки Карлсон пытается вот здесь выжимать победу. Даже в такой ситуации. Да, и сам на Камура, чего греха таить, в этой позиции бы мучил Карлсона еще в ходов 50. Ну, мы видим, не удается даже при таком соотношении сил оттеснить черного короля из центра. То есть конь вертится, помогает вот здесь своему королю. Ну, и мы видим, Карлсон предпринимает простейшее решение. Разменит ладью на коня. Два короля остались на доске. Ну, и ничья. Вот здесь на Камура так недобро улыбается. Видите, так как-то вот он саркастическая такая у него улыбка. Ну, Карлсон сделал все, что мог. Вот такая получилась партия. Довольно затяжная, интересная. Не забывайте подписываться на канал Шахматы для Всех. Оставляйте свои комментарии. Не забывайте про лайки. Это очень важно для продвижения подобных видео. Я благодарю вас за внимание. До свидания.